Гораздо глубже, еще в 17 веке, здесь были первые поселения, имеются данные о том, что здесь люди жили и трудились. 19-20 век привлекал эту территорию у выдающихся людей нашего Отечества. Здесь жил изобретатель радио Александр Попов. Здесь творили выдающиеся писатели Владимир Короленко, Максим Горький. Кстати, наш земляк Максим Горький очень много своих произведений посвятил людям труда. И он говорил, что только труд эффективный, труд настоящий труд прославит человека и прославит его родину. И вот я хочу сказать, что в Дзержинске живут трудолюбивые, умные, талантливые, энергичные люди, которые своим трудом продвигают экономику, социальную жизнь на новые рубежи. Сегодня Дзержинск по всем комплексным показателям занимает в области 8 место. Это хорошая позиция. Растут темпы роста. Идут новые проекты, которые создают новые производительные силы. Увеличивается налогооблагаемая база, приводится в порядок улицы, фасады. И я вижу, что понемногу, не просто, с трудом, но идет движение вперед. И я от всей души благодарю вас за такой труд. Я верю в Дзержинск. Я знаю, что Дзержинск сделает все для того, чтобы и город, и область развивалась бурными темпами, и чтобы мы достигли тех показателей, которые у нас записаны в стратегии. С праздником! Всего вам самого доброго! Здоровья! Счастья! Успехов! Слово для приветствия Анатолию Алексеевичу Шейну. Добрый день, уважаемые дзержинцы! Добрый день, гости нашего города! Сегодня в городе Дзержинский праздник. Это праздник наших жителей, праздник наших предприятий. Это день города и день химика. История города, казалось бы, небольшая. И первые химические предприятия были построены в начале 2020 года. Это 1915 и 1916 годы. Такие предприятия, как Корунт, и это новое название, и завод имени Свердова. В 1930-е годы город получил новое развитие. В 1930 году городу присвоен статус, что это город, и город развивался. Знаете, на сегодняшний день в городе более 40 промышленных предприятий. Уважаемые дзержинцы, разрешите мне поздравить вас с нашим праздником. Просветание городу Дзержинску, с жителем здоровья, благополучия и всего самого доброго. С праздником, дорогие друзья! Слово Валерию Анатольевичу Чумазинову. Дорогие дзержинцы и гости нашим. Рад приветствовать вас в этот праздничный день на Центральной площади. Тепло на сердце становится, как на видях. Вокруг радостные, счастливые лица горожан. В этот день мы всегда ощущаем с вами, как крепко нас всех соединяет любовь к нашему городу, гордость за его историю, за замечательных людей, живущих рядом с нами, веру в будущее дзержинцев. Мы всегда хотим, чтобы наш город был благоустроенным и удобным для жизни. Поэтому каждый из нас, заводчанин или служащий, ученый или студент, вносит свою лепту в развитие дзержинска. И общая работа на благо города принесет нам свои плоды. Наши дети благополучно учатся. Гостеприимно распахнуты двери музеев и театров. Растут корпуса новых предприятий. Развиваются инвестиционные парки. Благоустраиваются улицы и скверы. Впереди много планов, реализация которых потребует от нас немалых усилий. Однако я уверен, нам все это по плечу. Счастья и здоровья вам, дорогие дзержинцы. Пусть наш любимый город, наш общий дом развивается и просветает на радость нам, нашим детям и будущим поколениям. Да здравствует дзержинск! С днем города! С днем химика! Слово Геннадию Вячеславовичу Виноградову! Уважаемые дзержинцы и гости нашего города! Я поздравляю вас от всей души с днем города, с днем химика! Город становится лучше и краше. И в этом ваша заслуга. Мы с вами отремонтируем все дороги и фасады домов. Выполним качественное благоустройство наших улиц и проспектов. Сделаем практически новую Окскую набережную. А вам, Валерий Павлович, шансов вместе с правительством Нижегородской области уже в этом году построят перинатальный центр лучшей России. А в следующем году лучший Нижегородской области физкультурно-оздоровительный комплекс. Все вместе мы огромная сила. И нет для нас неуполнимых задач. Спасибо вам за ваш самотверженный труд. С праздником! Слово Валерию Владимировичу Асокину. Дорогие держинцы! Разрешите зачитать телеграмму правительственную от законодательного собрания и председателя Евгения Витальевича Лебедева. Дорогие держинцы! От имени законодательного собрания, себя лично, поздравляю вас всех жителей Держинска Днем Города, Днем Химика. Этот день дорог каждому из нас, как дорогое любимое место, где мы родились, живем, работаем, где строим свое настоящее, закладываем в прочий фундамент будущего. Держинск по праву называет городом-химиком. Достижения химической промышленности изменили качество жизни каждого из нас. Дела держинских химиков – это достойный вклад в развитие родного города и Нижегородской области. Уверен, что ваша работа будет и впредь служить залогом экономической стабильности, повышения качества жизни земляков. Желаю всем жителям города здоровья, счастья, душевного тепла, хорошего настроения, новых трудовых достижений. С праздником, дорогие держинцы! Спасибо за предоставленное слово и честь выступить от имени вооруженных сил Российской Федерации. Решите от имени военного совета 20-й квартейской краснознабленной общевой войсковой армии поздравить вас с днем города и пожелать здоровья, благополучия, удачи, настижения всех намеченных целей и всего самого доброго. И заверить вас, что наша армия, легендарная и непобедимая, всегда готова сокращать любого агрессора, отстоять завоевание нашего многофункционального народа, защитить нашу землю, где каждый квадратный сантиметр пропитан кровью наших предков-победителей на 100 метров глубина. Защитить наш народ, сберечь наше Отечество. А кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, на том стояла и будет стоять Великая Россия! Слава Отечеству! С праздником! Слово члену городского совета города Биттерфельд-Вольфа, председателю общества по развитию побратимских связей, господину Дитмару Менгелю. Умешамия Чжинцы, как бы не подрались с вами, с делегацией вашего партнерства Биттерфельд-Вольфа, мы благодарим вам декоративно-побратимы Биттерфельд-Вольфа, Мы очень рады находиться на этом традиционном празднике. Мы уже многократно бывали в вашем городе и каждый раз замечаем, что город становится все лучше и красивее. Мы также будем поддерживать и развивать наши связи между нашими городами. Да здравствует крепкая дружба между нашими городами и народами России и Германии. Ура! Лучшие представители предприятий и организаций города будут награждены сегодня. Керемонию награждения проводят Валерий Павлинович Шанцев. Валерий Владимирович Асокин. Валерий Анатольевич Чумазин. Геннадий Вячеславович Виноградев. Почетной грамотой губернатора Нижегородской области за многолетний добросовестный труд, профессионализм и компетентность в решении поставленных задач и в связи с празднованием Дня Города, Дня Химика награждаются... Галкин Вадим Борисович, начальник производства ГВЛ и ЭП, общество с ограниченной ответственностью КНАУ в ГИПС-Держинск. Ливанова Людмила Ивановна, главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области, больница скорой медицинской помощи города Держинска. Баннова Валентина Сергеевна, начальник колбасно-кулинарного цеха...